Вечер добрый! Слушаете вы свое радио, как обычно, надеюсь, не прекращая это делать, просто потому что... Хорошее ведь радио, верно? С восьми до десяти по будням в этой студии появляются живые люди, живые музыканты, и мы с ними живенько беседы беседуем, и песни они нам поют. Ну, в общем, все как обычно, ничего не меняется, традиция есть традиция, поэтому представлю коллектив сразу после того, как они сыграют свое первое произведение. Это важно, потому как кто-то может оказаться среди слушателей радиостанции, кто никогда раньше не слышал эту легендарную, подчеркиваю, легендарную команду, исчисляющую уже два десятка лет за своими плечами, и вы должны понять, что сегодня будет происходить. Кто-то, может быть, выпьет чаю с ромашкой и байоники сразу, а кто-то останется с нами на два часа к ряду. Итак, как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали! Ну? Это бесполезно, как мертвые идеи в мутах. Если уда воскреснет, любой политик ему будет рад. Стариков не сунят, осталось весь, и старик в ночи. Десять лет, Россия, глоним мозги лет! Что мы будем делать завтра? Если сегодня некому верить. Что мы будем делать завтра? Если сегодня некому верить. Что мы будем делать завтра? Если сегодня некому верить. Что мы будем делать? Все-то интеллигенты. Аборты, кухни, герои, фуржета. Правые аргументы. Жаболизм и искуски клевретов. Все-то радикала. Конурой обеспечила власть. Вот так громко лаял. Но лимонка не взорвалась. Прошу слова, как розы на рельсы. Попробуй отвернись. Осколки режут чьи-то глаза. Какое счастье, что взрыв не задел тебя. Мумия помнит только злобу, страх, ненависть. Ты так не смог никого защитить. Свобода! Вождение от криминального мира. И оправдание войны. Свобода! Блядь, на коленях олигарха-банкира. Он ее дешево купил. Свобода! Такой спрага в трех баллах и жуге. Это хуже, чем смерть. Огонь и я. Брошу слова, как розы на рельсы. Попробуй отвернись. Правда, беззащитна, как честный адвокат. Свобода слова не смысла, когда ею руководят. Пока тысячи гибнут. Бесконечный месорубки Чечни. Взять семью, махапку. Избежать из страны. Осколки режут чьи-то глаза. Какое счастье, что взрыв не задел тебя. Буду я помню только злову, страх и ненависть. Ты так и не смог никого защитить. Предатель! Хорошее начало. Обнадеживающее. Говорим мы, напомним, микрофоны, которые несколько иначе выглядят, чем вокальные, к которым вы попривыкли больше. Итак, группа IFK сегодня здесь. И я понимаю, как радуются люди, знающие эту музыку, любящие альтернативу. Ну, в общем, эти люди в свое время задали тон альтернативной музыки в России. Я не побоюсь таких громких слов. Мы с вами пару реплик обсудили до эфира. Одно слово я как-то забыл о нем предупредить, но ничего, проскочило и проскочило. Игорь Чкади, вокал. Поздоровайся. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я полагаю, что каждый из музыкантов хотя бы раз за эфир к микрофону все же подойдет. Поздороваться, как минимум. Роман Жугаев. Отсутствует сейчас. А где он? Я за него. А почему так получилось? Ну, потому что нам сегодня помогает Тихон Шаров, Тихон Кубов, он же самый. Это я, привет. То есть возвратился. С возвращением. Ну, немножко поддержать коллег. Все-таки 30 лет в группе. Об этом... Как 30? Я 40 ужинать насчитал. Как же 30-то? Что-то мелко-то плаваешь. С эрифметикой. Туго. Как и раньше. Понятно. Кубов сегодня здесь. Ну, собственно говоря, это, наверное, приятно для поклонников коллектива понимать, что вернулся человек. Надеюсь, навсегда. Самый страшный сон осуществился. Макс Галстян, гитара. Макс, ну, к микрофону можно хотя бы разочек-то. Добрый вечер. Спасибо большое. Георгий Го Кузнецов, бас, гитара. Го. Здравствуйте. Привет. Ну, и человек, имеющий собственный домик. Хоть и стеклянный, но вполне себе вместительный. Собственный микрофон. Пётр Пиджи Жаворонков. Hello. Ну, вот он. Я ждал от него именно такой реплики. Знаешь, как там анекдоте, да? Кто? Спускайся сейчас. Покажу, расскажу кое-что. Тенор-гитара Михаил Соколов. Всем привет. Не туда, говоришь. Микрофон-то. И здесь всем привет. Вот, замечательно. Ещё есть три человека. Духовая секция. Они пока что вышли из студии, но я их представлю. Тихон Кубов. А, пардон, почему уже, собственно говоря. Мерза Мерзуев. Вот как. Алексей, правильно, как считается фамилия? Зульфугар, правильно? Тромбон. Да, да. Ещё один тромбонист, Андрей Щербашин. Но вот второй тромбонист подойдёт сюда чуть позже, я так понимаю. Как-то у вас всё рассеяно, маленький. Я сейчас сам сориентируюсь с тем, как, кто, где у вас, на каких позициях находится. Итак, что же у нас выходит? Сколько народу? Пять, шесть, девять человек. Но, как я понимаю, духовая секция – это такой эксперимент, с вашей стороны, правильно? Ну, я могу об этом рассказать. Они же не постоянные у вас, ребятки. Дело в том, что… Мэтт Бэнд называется, да, по-моему? Да, Мэтт Бэнд – это наши друзья. И мы решили, что есть какие-то вещи, в которых они были бы органичны. И так как мы послезавтра буквально празднуем свой юбилей, даже так со сдвигом в джекпот… Ну, 20 лет будете отмечать. Странно как-то. Ну, вот мы пригласили очень много различных гостей, с теми, с кем нам интересно как-то освежить наши старые песни и сделать что-то новое. Петь, а где это будет завтра? Это будет послезавтра, 21 мая, в Yota Space. Билет стоит всего лишь 100 рублей. Да ладно. Да, и с нами будет Диджей Грув, Нойз МС, Миша Соколов, Тихон Кубов, Дмитрий Выборный, композитор группы «Небо» исполнит вместе с «Сынный стил». Эту композицию тоже вместе с нами. В общем, мы будем радовать вас различными экспериментами. И все за 100 рублей. И все за 100 рублей. Представляешь? Ну, надо дать одну ремарочку. Это если заранее купить билет, он 100 рублей стоит. А так? День концерта 7 тысяч. Да. Так что надо заранее купить, еще есть целый день. У них все не как у людей, да. Я понимаю, в день концерта 7 тысяч, это ты о чем сейчас? Ты в юанях считаешь? Ну да. А, ну тогда нормально. Как сын китайского народа. Тогда сложится все. Да, как с нами связываться? Я сейчас сообщу, это важный момент. Записка президента, по-моему, называлась первая вещь. Есть. Так? Так. Помню еще. Значит, 46-47, это короткий номер для СМС. К ваших сначала пишите свои, пробельчик делаете, затем пишите все, что хотели бы адресовать коллективу, группа, официальная группа ВКонтакте, группа своего радио. Там все просто, анонс уже лежит, фотография со смешными лицами этих молодых людей. В самом анонсе, в тексте группа IFK выделена синим, это значит, что ссылочка активная. Кликнули, оказались у них в сообществе. Вступая в сообщество, получаете информацию об их передвижениях, концертах, альбомах, турах. В первую очередь, это значит, что вы будете осведомлены раньше других. Всегда приятно знать и получать информацию первыми. Видеть можно все, что в этой студии происходит, благодаря планете.ру. Но картинку вы можете обрести определенным образом. Зайдите на сайт, сайт своего радио, своярадио.фм. Там сверху плеер, в плеере слева онлайн-аудио. Это чтобы слушать, справа онлайн-видео. Чтобы смотреть. Кликайте на онлайн-видео, и вот оно вам счастье. Все они здесь, все они расположились уже аккуратненько, и чувствуют себя, по-моему, вполне комфортно. Кроме Кубова, все бородатые, так что вы ни с кем их не спутаете. На самом деле. И там же тоже есть чатик, в котором также можно отписываться. Соответственно, ждем ваших сообщений. Ну, а дальше надо бы что-то еще спеть, зажигая сегодняшний вечер. Что это будет? Мы помним, да, о том, что песни должны быть все-таки станция 12+. Понятно, что детям в 10 лет уже не надо объяснять, кто такая. Но лучше как-то... Кто такая, на коленях олигарха-банкира? Ну да, ну да. Ну да. Вы, дорогой, меня понимаете. Но в втором треке будет проще. Надеюсь, там понятнее, да. Второй трек называется «Дорога к рабству», и там такого уже не будет. Дайте я Бог здоровья. Но, тем не менее, в остросоциальная программа... А вы по-другому не умеете, потому, собственно говоря, вы любимый народом. Давайте, как всегда, живой звук в программе «Живые», а АФК здесь сегодня. Поехали. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Надевай свои лучшие вещи торговой маркой наружу Если ты потрясешь кулаком, они уверуют в чудо Патентованный миссионер всемирной церкви хот-дога За неделю сумел обратить десять тысяч уродов Уже не человек с душой на автомате Шагает в новый век примерный покупатель Сценарий для мультфильма, стандартная модель Суперсин, не улыбайся, может это твой последний день? Протяни мне руку, я не хочу Со старицы в этом году за штрихом на лоб Мне надо больше слов Твоё сообщество желаний Стало сообществом рабов Субтитры сделал DimaTorzok Генерирует адреналин Придурковатый тинейджер Он с экраном один на один Сериалы ползут в бесконечность Телестудия в каждой семье Инкубаторы для отморозков И про это расскажет толпе Кривая обезьяна, а не Баяковский Загнулся между стен, как паралитик Стерильный манекен, примерный потребитель Сценарий для мультфильма, стандартная модель Суперсин, не улыбайся, может это твой последний день? Протяни мне руку Я не хочу Состариться в этом году за штрих-кодом на лоб Мне надо больше слов Твоё сообщество желаний Стало сообществом рабов Контроль через корпоратизм Но никто не признает, что это и есть фашизм В упаковке удобной для них Продавать тебе ложь Чтобы ты навсегда задир Наслаждайся зарплатой Жни и бей за крок Дай удашу съех доллары От страны и паун Эпоха дезинформации Должна когда-нибудь кончиться Мы ещё вернёмся, чтобы плюнуть На руины раскрытого общества Протяни мне руку Я не хочу Сосариться сепью на шее и хлебом во рту Не будет больше снов Ты засыпал среди иллюзий Теперь очнись среди гробов Пирамида растёт и растёт Подавляя протест недовольных На могиле свободы ржавеет скейтборд И остался послушным ребёнком Они купили тебя Они купили тебя Они купили тебя Они убили тебя Ну вот Всё потихонечку становится на свои места Ребята уже распелись, да? Уже нормаленько Комфортненько себя чувствуем Более-менее Это очень важный Важный момент И ещё раз напомню IFK группа, которая отмечает В этом году почему-то 20 лет Так сложилось Как так Но это уже такой момент Чисто теоретически На самом деле на практике Это всё красиво Как и было когда-то Вспоминает IFK Как группу Которой изначально По определению Одним из отцов-основателей Был товарищ Паштет Да? Сын актера Филипенко А потом это всё Поменялось в некотором смысле Но на сегодняшний день Есть в коллективе Несколько человек Несколько подчёркиваю Пока не упоминаем о них Кто стоял у истоков Тут просто ребятки Принесли с собой пару маечек Я решил Ставить пару маечек Надо как-то красиво разыграть Ну как-то Чтобы аудитория Могла поучаствовать В этом розыгрыше И получить в подарок Маечку Поэтому Задаю вопрос Который Собственно говоря Ждёт своего ответа Кто на сегодняшний день Вот здесь Сегодня в этой студии Я не показываю Сколько их Ну кто Те люди Которые стояли У истоков Группы А.Ф.К Вы можете Ответить на этот вопрос Как хотите Либо смс К 4647 Я смотрю Жаворонков задумался Между прочим Счастливо Меня смотрит Так это удивлённо И думает А кто же действительно Он забыл Я помню Он забыл 4647 Свои пробелечки Дальше пишите Либо в группу ВКонтакте Уж как хотите Как вам удобнее Это будет Первый вопрос Будет ещё один Гораздо более интимный Кстати Но пока На этот вопрос Давайте отвечайте Пожалуйста И рассказывайте Кто из участников Коллектива Сегодняшнего Вот того состава Который вы видите В картинке Были у истоков Группы А.Ф.К Ещё начиная С 94-го Страшно сказать Года Итак Братцы Ну во-первых Хочу поздравить вас С таким долгожитием Долгожитием Долголетием Да Или как правильно сказать Долгожизнью группы И могу сказать Что Когда упоминаешь А.Ф.К В каких-то кругах Музыкальных Все говорят Ну а это понятно Тут вообще разговоров Никаких нет Это действительно группа Которая стоит внимания И интерес к ней однозначно А с другой стороны Вам самим Оно всё Как оно Мне не надоело ещё Бунтовать Протестовать Внутренне Вы же нормальные Взрослые люди Ну мы уже не бунтуем Мы уже смирились Давно Это просто песни остались Песни-то старые Да А новые Где новые Новые тоже сегодня Прозвучат А вот об этом тоже Нужно быть отдельно Говорить У вас кстати Всего 5 альбомов Насколько я помню За все это 20 лет Не стыдно Нет Почему нет Ну потому что Очень часто меняется состав Надо притереться Постоянно Ну как говорит Петр Сергеевич Мы пирожки не печём Поэтому вот такая тема А ну это хорошее оправдание Да Это хорошее отмаза Такая Нет это не отмаза Ну отмаза Нет ну смотри Смотри Ну мы спели там Про какую-то там Ненависть и страх Там про борьбу с системой Причём на самом деле Когда мы записали Вот эти песни С альбома Жизнь радикала Который мы сыграли Вот Ради кого простить Жизнь радикала Да понятно Вы могли бы полюбить радикала Ради чего простить Понятно Но дело в том Что вот Тихон был Автором этих слов И честно говоря Мы на тот момент Ну как и собственно И сейчас Не все разделяем Какие-то общие взгляды Какие-то Но есть некий транслейтор То есть вот есть Рупор Вот есть вокалисты Вот они это Объясняют людям Вокруг А мы играем музыку Нам нравится допустим Мне мочить на барабанах Там Максу сочинять Прекрасные рифы Мы это всё объединяем И получается В общем такое Вы не стандартная группа Другие так не делают обычно Мы не хотим быть стандартной группой Мы никогда не хотели бы В других группах барабанщик Обычно не мочит на барабанах А гитарист не играет рифы Ну в общем Вы как группа Совсем не стандартная Ну я могу сказать То что на своём радио Я вообще не слышал Группы которые рифы играют Пошёл за шкал Вот ты сейчас чувак попал Мне кажется Жалко ты за стеклом Кинул бы сейчас Чем-нибудь тяжеленьким К тебе Он этим и пользуется Что за стеклом Да постоянно за стеклом 4647 Короткий номер для смс К ваших сначала Своей пробельщик А дальше всё что хотели бы Адресовать коллективу Отвечаем на вопрос Мы ждём ответа Кто из состава Который вы видите Из того коллектива Который вы видите сейчас Был у истоков группы Народ уже пишет Естественно Ответы И я не вижу ещё полных Пока есть В общем так Наполовину Где-то так Серединки наполовинку У нас нет такого количества Маек Я понял Но ответ-то действительно Принимается исключительно Один И один человек Получит одну из двух Маек На второй вопрос Будем отвечать позже Скажите мне вот что Это тоже такой важный момент У вас действительно Удивительная история Как мне кажется Могу ошибаться конечно Пара Вот что касаемо Пара вокалистов Это же ведь Не то чтобы ваша Может быть находка Но вы одни из первых В России Кто начал этим пользоваться Правда? В своё время По дружбе Как и два бас-гитариста Да Вот кстати Тоже интересная тема Двух бас-гитаристов Сейчас один Но было же два Один не выдержал уже Да ладно Как так? Но он будет завтра А будет завтра Сегодня не будет А нет У нас уже теперь Четыре бас-гитариста То есть вы в принципе Ушли от обычной гитары Как говорит наш Нынешний Постоянный бас-гитарист Го Бандурист Бандуристов стало Очень много Нет Ну что касаемо Того момента Когда вы сами по себе Решились на этот шаг Действительно ведь Два вокалиста Да причём Два басиста Это тоже такая история была И исключительно с вами связанная Да если я правильно помню Ни на одном альбоме нет Пары Вокалистов Которые были на прошлых альбомах Везде разные все Это вот как всё Это просто у вас такая текучка была Само в себе Или вы такие добрые Это такие тяжёлые характеры у людей У кого конкретно? Не будем тыкать пальцем Сказал он Показывая на себя Да нет Я как раз И Не постоянно был в составе Поэтому То есть не постоянно Уходил Приходил Ну ты 14 лет назад пришёл И всё Уходил Приходил То есть можно делать Теперь такую таблицу Как делается Допустим у группы Диппёпл Там Марк Ван Марк Ту Ты ушёл Ну пришёл И вернулся И уже по-моему Если я не ошибаюсь Лет 14 не уходишь Из группы Как-то прилип опять Опять ожидается Ну вот я поэтому и говорю Что Тихон может быть Уже так это не на время пришёл А уж совсем Вернулся назад Тут народ пишет Оо Тихон снова появился Поздоровел Пишет человек Ну то есть ты выздоровел Я выздоровел Болел немножко Болел поправился немножко Вот теперь вернулся У тебя есть шанс Вернуть форму Мне кажется Может борода вырастет Пообщаюсь с мальчиками Ну в общем Ваши поклонники Те которые следят за творчеством Давно Они здесь тоже Мне кажется Нарисовались Их достаточное количество Вот Тенор гитары Это бас по сути Так же это? Ну да Не исключено Ну то есть она звучит На таком регистре В таком строе Как бас Ну вообще Эта гитара Так и называется Бас Ну да И в общем В куче всяких Этот инструмент Появился во времена Сёрфа вообще В 60-е годы Так Ну видимо Но востребован Сегодня у нас В нашей группе Я ещё бы Нет ну Я не считаю Всё равно это полноценным басом Это всё-таки гитара Это всё-таки гитара Но в своём регистре Просто в своём регистре звучащая Но раньше Что у вас было вообще два баса Ну сейчас Есть возможность Использовать Вот такой специальный инструмент Возможность есть Да Но тем не менее Опять же Эксперимент с двумя басами Это мне кажется Если у Миши У Соколова Не было такой гитары Замечательной Мы бы ему вручили бас Всё просто решается Значит поздравляем Поздравляем с камбэком И юбилеем Пишет Сергей Яковлев Мы вас ждали Творческих успехов Дальше радуйте нас Своими альтернативными шедеврами Ура От сам стиля В нашей стране Вот Коротко Просто Лаконично Изящненько Я бы сказал Со вкусом Написал Человек Вот Ваня Спрашивает Вопрос Когда будет альбом Штук 10 Знаков Вопрос Ставит он Когда будет свеженький Когда следующий пирожок Ну да А то же вы по-моему Сингл-то и выпустили В прошлом году Сейчас печку только Так сказать Кочегарим Словно Чтоб смузи не получилось Ну сингл был в прошлом году Пора бы уже К альбому-то Ну Обязательно Конечно Ну когда Работаем Работаем Мы сейчас ищем нормальную Звукозаписывающую контору Вот сейчас в одной попробовались И Не хочется просто говорить Конкретные сроки Если мы их сами не знаем Ну хорошо Ну вы планируете Как минимум Обязательно Обязательно Мы форсируем это В сороковые годы Я думаю Пробуем новых вокалистов Я тогда еще раз вернусь И запишу Когда Тихон похудеет Кубов нацелился На долгую жизнь Я так понимаю Я представляю себе В сороковые годы Кубов приходит В коллектив Бороды уже у всех Окладистые Ну а вдруг я худеньким вернусь Да не в этом С бородой Кстати у всех уже Бороды окладистые Седые Уже в общем-то Вставные челюсти Немножко не тот вокал Откуда вы знаете Ну а я предполагаю Я предполагаю Я могу себе предположить Как это будет В сороковые годы Это джекпот Давайте брата что-нибудь Сейчас поем Что это будет Это будет Космическая песня Для детей Называется-то она как Шпионская Она очень актуальная В наше время Ну видишь как Жанков считает Что для детей Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня IFK Поехали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да ты, исполнитель без отказа, ждёшь приказа, вернёшься на базу Как невидимая сеть Виртуальную волю нам не победить, не преодолеть, терпеть Электронная война Мегатерапизм, пропаганда зла, не здоровая волна, пошла, пошла Я убил чувака, у чипа дни на глазах За мной скоро придут, пути-пути я тут, ага, я тут, матчи Три обоймара среди друга не дрогнула, очень грамотно всё было разработано И вместо чёрного немеренного налега, ты сам получишь пулю в лоб от супер карлика Каждый конфликт прогнозируют, каждый твой шаг анализируют И по красными лучами всё просвечено, здесь японскими жучками обеспечено Ты, человек на половину, киберзомби, живая машина Ты, исполнитель без отказа, ждёшь приказа, вернёшься на базу Как невидимая сеть Электронная война Мегатеррорист, пропаганда зла, нездоровая волна, пошла, пошла Как невидимая сеть Виртуальную волю нам не победить, не преодолеть, терпеть Электронная война Мегатеррорист, пропаганда зла, нездоровая волна, пошла, пошла Эй, пошла, пошла, пошла Эй, пошла, пошла, пошла Эй, пошла, пошла, пошла Эй, пошла, пошла, пошла Субтитры делал DimaTorzok — Фрикфолл! — 15 числа, это юбилейный ваш будет концерт, да, кстати говоря, напомни, пожалуйста, Петь, ты же говорил об этом, где это все, да вот микрофон у тебя есть — Это будет происходить в YotaSpace 21 мая — Это бывший клуб, если я не ошибаюсь — Главклаб, Главклаб, Т1 — Переименовался, да Так вот там именно все это и будет масса приглашенных гостей, все ясно А что касаемо ближайших перспектив еще Какие-то ближайшие, может быть, не в Москве В Питере, в Ярославле Ну, мы недавно вернулись из Калуги А у нас есть по этому поводу песня Которую мы сыграем обязательно Про Калугу? Да, диско-клуб где-то рядом с Калугой Ну вот как раз в Калуге Приехали из Калуги и песню написали Вот как раз в Калуге эту песню мы не сыграли И за это были подвержены обструкции местной мафии Что же мы ждали вас Вы никогда не были у нас А тут забыли сыграть эту вещь Потому что не с кем было ее исполнять Да мы увидели, что они плясать не умеют А песню-то в спиле дисков Понятно, но из Калуги они вернулись, песню написали А в 1900 каком-то бородатом году Пишет человек один, сейчас скажу Тимур Лифанов пишет Вообще-то вы обещали записать песенку про спорт И все никак песенку про спорт Вы не записали А вернувшись из Калуги, значит, написали песню про Калугу Сразу же, моментально Как же так, обманули-то вы своих поклонников? Да нет, песню про Калугу мы написали Как раз гораздо раньше, чем поехали в этот город Чем город образовался Группа-то древняя Про кровавый спорт есть же песни, да? То есть, в принципе, все нормально Про драку там Конечно, у нас есть кроссовки Джеки Чаны А, это и есть песня про спорт Да Обещанная Чика не уделяется больше других, мне кажется По-моему, про спортивную экипировку Кроссовки Джеки Чаны Ну, вообще-то, на самом деле, песню про спорт Потому что у нас Чик спортсмен, да, действительно Ну, вот, Максим тоже спортсмен в прошлом То есть Я в будущем спортсмен Ну да, тебе же к сороковому году надо еще себя в порядок привести Да-да-да Дело в том, что, да, это уж ты обещал Раз обещал, значит, пардон Как хочешь, так и исполнять Вообще только спортсмену принимаем в нашей группе А, да, кстати, вот Сноубордист Кто у вас, кто у вас сноубордист? Пожалуйста Да ладно Серьезно? А ну, расскажи, пожалуйста На каком уровне ты Ну, я уже все Я уже в эти, в пенсионеры А, все уже А сколько тебе это? Ну, около 30 А, это все уже пенсионный возраст для сноуборда? Да А просто как по-пенсионски выйти покататься? Как пенсионеры? Это вообще, вот, недавно был в горах Очень прекрасно Причем в мае было очень много снега Я прям не ожидал А где эти горы-то? Поляня, Красная Поляна А, ну там, конечно, там Олимпиада проходила Не, ну там в мае обычно уже снега не бывает А там после Олимпиады сейчас лежит Остался, да После Олимпиады Как завезли, так и остался, да Вот, отлично Хороший, качественный снег завезли просто, да Не китайский, нормальный снежок Он так, да, и лежит до сих пор Ну, чувствуешь себя кайфово на сноуборде-то? Да нет, ну, конечно Пенсионером Да, да, да Среди молодых-то Да, да, да Даю еще им фору, кстати А нет, секундочку А занимался серьезно тут? Прямо вот на уровне каких-то там достижений? Ну, я хотел, пытался Вот, пел, кстати, в группе AFK Вот Есть такая группа Чирок? Да, да, Чирок Вот, он прорайдером, между прочим, был И сейчас тренирует нашу сборную О, как Да Ну, до такого уровня я, конечно, не дошел О, как, серьезно, да? Прямо такой серьезный Да, да, да Вот Круто Про спорт-то, если говорить Да, песни нет в прямую Но зато спортсмены, прям все спортсмены Это круто А брейк-дэнс? А что это? Расскажи А что про брейк-дэнс? Ну, в прошлом году мы организовали Брейк-дэнс Марафон? Группу Такую тоже олдскульную Потому что пенсионеры с бородами Но мы тренируемся Как успехи? Ну, одна тренировка была в прошлом году Одна должна быть в этом году Это наш формат А вы спрашиваете, когда альбом? Да, одна репетиция в этом году А в следующем году попробуем еще раз порепетировать Выглядишь о льбом службе А только в таком темпе И можно прожить такую долгую жизнь Ах, ну если да С высоты твоих-то лет Я понимаю, да, конечно В твои-то 72 года Уж действительно можно рассуждать На эту тему Про темпы жизни А выглядишь лучше Чем 72 Ладно, ребятки Это шутки шутками Но народ все-таки отвечает Пытается отвечать на вопрос правильно Пытается угадать Да, пытается угадать Но тут уже вот Как-то я смотрю Как-то я смотрю Много разных В общем, сейчас будем выбирать Еще раз напомню вопрос Майку вы получите Если ответить правильно На вопрос Кто из состава Который вы видите И слышите сегодня В студии своего радио Стоял у истоков группы IFK Правильный ответ Естественно, вам маечка От коллектива Кстати, надо ее показать Чужие это А я вот показываю Лохонос А, да, вот Чик Он в этой майке Да, ну просто у меня тут На спиночке тоже висит Две штучки Вот они Вот они А на спине А на спине Хэштеги всяческие В общем, современная группа Молодая совсем еще Да, пользуется всеми Современными технологиями Хэштеги Знаешь, что такое Хэштег, ты знаешь? Нет, Чик не знает Я вообще первый раз Вижу это Вот видишь, я вижу просто Ужас и удивление В твоих глазах Какой-то знак диез По-моему У тебя на спине Между прочим Это знак и нарисован Но ты, в принципе Этого даже не заметил Давайте дальше петь Что это будет? Следующая песня Тихон, ну-ка, расскажи У тебя же список Рассказать Лавита Фрагеля А, да Старая песня Я думаю, в Киеве Мы играли Уже лет, наверное Пятнадцать Вот так? Да То есть вы сегодня решили Поворошить совсем стареньким Это клево Пришевелить стареньким Козырнуть Козырнуть Спасибо Спасибо, это приятно Особенно приятно для тех Видимо, людей Которые следят за творчеством Уже давно Радость какая Как всегда, живой звук В программе «Живые» Айфк здесь сегодня Поехали Из девяностых Я выбрался взрослым Культовым, стильным Отчим Я пициозным Идеальный продукт Либеральной доктрины Я не из тех, кто бьет витрины Но энтрофия просочилась Даже в мой бумажник Остальное не важно Я не верю в запча Без хрустящих купюр И доступных девиц Так погибает новый русский аромес Кто, кто держит всю Москву Отличный парень Он сутенер Экстрасенс Или писатель Надо Нажать на мышцы Обесточить мозг Стать мужиком И путь жесток Эээ В жестком мире Не взевай Держи за свой хай-фай Так неприятно будет падать вниз Поддонок Остановись Поддонок Остановись 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 Поддонок Остановись Легкие деньги Сладкая жизнь Слабые ноги Узкий карниз Я создан воровать И свою жизнь со вкусом прожигать Вам на проспекте Росшим Не понять Нас забыли Предупредить О тотальном дефолте Неприятный звонок На шикарном курорте Офис горел Они украли ребенка Так совершилась моя гонка Сверх кредит Как завещал Селин Споката под минуту Товбка Рикки Мартин Я посмотрел Растытое окно И ээ! В жестком мире Не зевай Держи за собой хай-фай Так неприятно будет падать вниз Поддона, остановись, поддона, остановись, с доброй нервы, хрупкая жизнь, грязные деньги, скотчий горец, Мир тает, как леденец, всему приходит конец. На самом деле, здесь бы, конечно, слово другое в конце спеть. Я прямо эту рифму чувствовал, но не в эфире. Чики-ди-блюдет у нас это дело. Чики-ди-блюдет, да, молодец, блюститель. Блюдун. Да, дитю, ну что ж ты? Ю, букву Ю. 46-47 это короткий номер. По губам даже можно убить. СМС-квашка. Сначала свои, пробельщик, а дальше уже все, что хотели бы адресовать коллективу. Ну что, надо, наверное, пытаться уже выискивать, Юль, посмотришь, да, правильные ответы на вопрос, который был задан. Кто, собственно говоря, из сегодняшнего состава. Хоть мы сами узнаем об этом. А там с паспортными данными нужно? Да. Чего так тяжело у них идет? Да, очень сложно просто. Нет, почему тяжело? Народ достаточно много откликнулся на этот вопрос. И отвечают. Тут надо как-то посмотреть, кто был первым, кто правильный ответ дал раньше. Кто год рождения указал. Да. Я в данном случае просто хочу вопросик задать, чтобы было понятно, насколько мы правы или не очень. Тихон, ты же с девятого года в группе. С девятого класса. С девятого года. Нет. На девятом году. Я в группе с девяносто восьмого, наверное. Я уже участвовал в альбоме «Абсолют». Да, но, значит, не у истоков. Группе-то все-таки не у истоков. Нет, какие истоки. Поэтому Кубова мы откидываем. Кубова мы откидываем. К этому вопросу. Откидываем. И он испаряется здесь, в студии прям. Кубова мы откидываем от этой темы. И дальше остается... Ну, давай, Юля, смотри тогда, кто остается. Кто был первым. Маечку отдадим с удовольствием тому, кто на этот вопрос правильно ответил. Братцы, вот что мне, правда, вдруг подумалось-то о чем. Вы же как-то обенечком находитесь. Особнячком немножко, да, на нашей рок-сцене. Я не говорю о шоу-бизнесе, я этого слова терпеть не могу. И понятие нашего базара, в общем, с бизнесом, как-то так сочетать очень сложно. А продюсера в этом слове именно так надо произносить. Занимающиеся нашей эсрадой, в этом слове буквы «Т» нет, вот этой вот попсятиной, они, в общем, в принципе, обращают внимание исключительно на другие темы. А вы даже в Роке несколько стоите стороночкой от других. И все эти годы, 21, без малого, да, вы, в общем, оставались такими, какие есть. Не меня, ясь, никуда не отходя, ни влево, ни вправо. Ну, сейчас экспериментируете там с духовыми. К вам приходят на концерты выступления ваши, особенно юбилейные, ваши друзья, но это нормальное явление. Как удается, собственно, не поддаться на все те течения и нововведения, которые нынче модны? Как этот соблазн мимо вас прошел? Кто ответит на это? Ну, надо же иметь в виду, что многие музыканты нашего коллектива имеют сторонние проекты. А то есть они там отрываются? Я думаю, да. А здесь все по-серьезски. Ага, вот это такой подход, это называется, кажется, серьезным подходом. Это да. Представляете, что происходит в других коллективах? В этих сторонних проектах что происходит? Здесь очень серьезно все. Я понимаю. Максим Зверев пишет, звукач профи, ребята жгут, группу раньше не знал, плюс один, по крайней мере, на время эфира. Что касается звука, надо сказать спасибо Сергею Дебальскому, звукорежиссару программы Живы. Спасибо, Сережа. За то, что действительно со звуком у нас, как всегда, в общем, все в полном порядке. И стараемся мы делать все возможное, чтобы звучало все так же, как оно могло бы звучать на пластиночке. Что касаемо дальнейших планов, я понимаю, что альбом где-то там когда-нибудь случится? Нет, не когда-нибудь, мы готовим это сделать. Да ладно, сказано было уже, что не надо гонять по цифрам каким-то там. Нет, надо. Дело в том, что сейчас уже надо. Потому что мы понимаем, что играем все-таки в большинстве своем старые вещи, напоминаем о себе. Мне кажется, что просто некий цикл произошел, когда сейчас, вот если ты хотел упомянуть какие-то модные там новые течения, они сейчас на каком-то спаде, на мой взгляд, находятся. А вот такой вот олдскул 90-х, мне кажется, сейчас на самом пике, и поэтому... И мы, и Сидиси, да, Катериси. И едут в тур, между прочим. Из Идиси или из Идиси? Ты кого имеешь в виду? Ну, вон, в тур-то. Кто в тур-то едет? Ну, что касаемо новых старых, в 14-м году «Змеи» у вас вышли, сингл, правильно? Было такое. Там сколько песен? Одна. Вот как можно было с седьмого года, выпустив в седьмом году альбомчик, да, за, пардон, семь лет написать только одну песню? Да написали-то мы много песен. А что ж тогда не выпустили? Ну, это такой вопрос, он требует той лексики, которая, к сожалению, не может быть употреблена в эфире. А ты попробуй без нее обойтись. Конечно, сложно, я понимаю. Что мешает? Вот я хочу просто понять. Смотри, смотри. У нас много музыки, у нас мало слов. Мы спели, некоторые вещи достаточно глубоко прошли, некоторые темы, скажем так. Чего больше сказать? Копнув их, ну да, вот получается так. Мы честно об этом говорим, о том, что, ну, грубо говоря, маза-фака без вот этих слов не бывает. Мы сами немножко выросли, какие-то вещи мы прошли, и поэтому ищем на самом деле какой-то вектор, так, чтобы это было концептуально вместе с той музыкой, которую мы играем. Следим за развитием нашего общества, чтобы наконец-то найти вот ту ниточку, за которую надо дернуть. Ага, то есть вы настолько привязаны все же социально. Вы не можете петь про любовь, да? Мы поем про любовь. Не-не-не-не, а тогда у любви-то много граней. Конечно, про любовь, как моральный кодекс, поет всю жизнь. Можно всю жизнь петь и песен писать 50 штук в неделю. Я вас умоляю. Но мы точно так же и поем, когда мы факт говорим, то это что значит? Когда? Это любовь или как? Кто пишет тексты? Тексты кто пишет? Тихон. Кринников? Я же ушел. Или Кубов. Он пишет, но до нас не доносит их, поэтому мы ждем. Как так, дружище? Они не хотят платить просто за это. Которые лежат в столе. О, вон какой у вас подход. Есть десяток текстов? У нас группа некоммерческая, мы занимаемся в сущности такой благотворительностью для общества. А Тихон, он перешел на коммерческую сейчас. Я жду, когда они уже так разгонятся. Когда совсем не в моготу станет. Мы взывать по одному в год. Строго. Тихон, ты же знаешь, что мы 20 лет на перспективу работаем. Такие времена, Кринис. Фух, ну я буду надеяться на то, что группа как минимум на одну-то песню в год может разродиться. Глядишь, к 40-му году альбомчик и слушай. Мы сегодня споем новую песню. Есть одна? Ну, как минимум, да. Окей, как будет называться следующее произведение? Следующее произведение называется «В танке». Перемещаемся на время с предыдущих вещей на 6 лет. Ага, прыгаем. Этой песне 6 лет. Пять. Пять? Пять. Окей. Сколько бы лет не было этим песням, я вот все время их слушаю и вижу, насколько они актуальны все время. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые» и здесь сегодня IFK. Поехали. И хочется снова и снова тропами снов убегать назад. И хочется снова и снова куда-то бежать. Ты на углу в тисках плохих новостей пытаешься приручить эти опасные дни. Нам надо быть вместе, нам надо воскреснуть. Любовь сыной, и мой телефон, прошла тишина. Под колпаком зимы максимум ста. Тебя разбудили так поздно. Мы едем в танке, как мужи в банке. Нам ничего больше не красит. Мы солнце любим, наш дом на Кубе. Там, где построен социализм. Ей хочется снова и снова тропами снов убегать назад. Ей хочется снова и снова куда-то бежать. Тебя к лицу печали розовый цвет сегодня поставит эксперимент. Разбрать и врагованный негатив. Прогреты прошлого заедине. Ночь дает слезу и коснуться дна. Только ты, пейли, знаешь дорогу туда. В королевство, детство и любви. Мы едем в танке, как мухи в банке. Нам ничего больше не грозит. Мы солнце любим, наш дом на Кубе. Там, где построен социализм. Сядем в тени, посмотрю, как дети кормят лебедей. Не боясь промочить свои ноги. В голове я слов не ждет сигналов. Мы едем в танке, как мухи в банке. Нам ничего больше не грозит. Мы солнце любим, наш дом на Кубе. Там, где построен социализм. Сейчас, когда рухнут облака и поднимет волны шторм. Золотой луч маяка нам укажет путь домой. Дай снова полюбить меня. Дай снова верить до конца. Дай снова за горизонт! За горизонт! Лирика пошла. Дорого взял за этот текст, скажи, пожалуйста. Тогда натуры расплачивались. Это те годы. Едой, в смысле? А, я теперь понимаю, да. Тогда выпивкой только была тяжелая диета. Как ты вынес? Жидкая диета была, как я понимаю. Нам надо уточнить одну деталь. Юль, пойди, пожалуйста. Я тебя умоляю, спроси. Один важный момент, который тоже был бы полезен сейчас. У нас тут возникла некая спорная ситуация, связанная с родоначальниками, скажем, с тех, кто у корней стоял, у истоков. Я так и знал, что запутаетесь. Ха! А там, кстати, никто не знает об этом. То есть. А вот так оно и есть. Да ладно. Ну ладно, какие-то детали сейчас мы уточняем, и дальше будет понятно, кому отдавать маечку. Только в полиции знают. В полиции? А почему они знают? Вы когда образовались, пошли сразу в полицию, что ли? Понесли заявление на себя, или как? Зарегистрировались там, конечно. Да нет, забирали нас частенько. Тех, кто у истоков стоял. Диета тяжелая. Потому что у истоков стояли действительно очень. Диета тяжелая была. Ну, идут милиционеры, идут, видят, у истоков стоят. И ведут себя антисоциально, сразу забирают. Так что у них в протоколе все отмечено. Надо поднимать протоколы. А в 94-м-то забирали. Тебя не только забирали, тебя и били. Конечно, прям там. Зачем забирать, когда можно и... Ну ладно, тогда сейчас уже время подошло. Перед тем, как еще одну песню спеть и этот час закончить, и уйти на паузу, пришло время отдать маечку человеку, который ответил на вопрос правильно. Я сейчас только один уточняющий момент. Кто еще? Пи-Джей Жавранкова. Ты с 97-го года в группе? Yes. Значит, тебя мы отбрасываем. Итак, остался только Го. Правильный ответ, правильный ответ Чикади и Галс. Два человека в нынешнем составе, кто действительно... Ну, можно было бы Жавранкова сюда, конечно, причислить. Он пришел на третьем году, но чуть позже. Куда, куда? Куда Кубову? Он в 2009-м пришел. Да нет, нет, нет. Тут только два года Васика. Ну, в общем, ладно, мы хотели быть честными до конца. Значит, Чикади, правильно, у Истоков стоял? Ну, вот он майку и снимет с себя сейчас. И Галс, собственно говоря. Отдам свою, хорошо. Два человека... Так нет, есть. Ну, если что, кому-нибудь... Я поделюсь. Я думаю, девушкам будет приятно снять с тебя майку, да, и не стирать. Это как в Японии мужчины любят... Да. Да. А у нас майки. А у нас девушки любят майки с вокалистов после концерта. Все-таки это развратные мысли в голову полезли. Надо бы заканчивать. А Илья Тиняков, да? Илья Тиняков ответил. Правильно, вот Илье мы отдаем маечку. Теперь надо еще на финал в этом честь что-нибудь спеть. А вот это, кстати, будет премьера. О, какая нет. Это сейчас будет летняя песня. А, нет, точно. Что ж ты меня путаешь-то? Как называется летняя песня? Так и будет. Летняя песня. Зато она про любовь. Она просто называется летняя. Летняя. Как всегда живой звук. 12-летней выдержки. 13-летняя. Премьера. Я понял. 13-летняя песня. Мы немножко поправимся. Айф Кейзи сегодня. Погнали. Три утра не спится. Неприличный роман на последней странице. Ты слишком занята собой. Беспорядки белье и пластинки. Непрочитанные письма и украденные фотоснимки. Сегодня, к счастью, выходной. Она живет на третьем многоэтажном доме. Случайно я заметил. Случайно я заметил. Когда искал котов бинокль. Давай знакомиться, пока не кончилось лета. У нас двоих полно историй. Возьмем машину в сторону центра. И вечером посмотрим фильм о море. О соленом море. Пособия по тантре. Крутые фильмы про якутцу. Во время бега в отпустевшем парке. Обсудишь со своей безумной таксой. Скажи, что будет, если злые марсиане Захватит силой местный супермаркет. Что будет, если недалекий парень С фугетом лилий к тебе в дерь заглянет? Она живет на третьем многоэтажном доме. Свободная, как ветер. Хотя немного одиноко. Давай знакомиться, пока не кончилось лето. У нас двоих полно историй. Возьмем машину в сторону центра. И вечером посмотрим фильм. Как японский лунахо Встану на твоем пути. Можешь рассердиться, но не уходи. Она живет на третьем многоэтажном доме. Свободная, как ветер. Хотя немного одиноко. Давай знакомиться, пока не кончилось лето. У нас двоих полно историй. Возьмем машину в сторону центра. И вечером слегка промочим горло. Я тебя люблю. Ничего личного. Просто любовь. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Ну, собственно, продолжим. Напомню, что в программе «Живые» сегодня группа «Айфкейн». И у нас смена состава произошла. Пришел в студию наконец. Человек, которого я обозначил в самом начале. И не увидев его в студии, как-то даже удивился. Роман Шугаев. А Тихон пока что... А Тихон пока что... Пошел погулять. Всем привет. Привет. А Тихон, спев песню практически из репертуара группы «Искотека Авария», ушел немножко отдохнуть. Но это, прежде всего, говорит о том, что... Это просто большой моральный стресс для него был. Я думаю, потрясение. Поэтому он ушел. А ты говоришь, вот у нас вокалисты меняются в течение всего нашего срока существования нашей группы. А вот видишь, у нас в студии прямо они меняются на глазах. Надо было сказать, что Тихон изменился сильно. Как-то вдруг за перерыв оброс. Ну, вроде его так это немножко подстегнуло, да? Ну, как вы и прогнозировали все, что у него вырастет борода, что он похудеет. Братцы, ну что, пауза была длинная. Надо бы что-то сейчас спеть. Окей? Что это будет? А это как раз будет сейчас презентация... Это будет как раз, наверное, презентация новой песни. Ну, да? На радио будет... Да. На радио она будет звучать первый раз. Спасибо большое. Конечно, на концертах мы ее уже исполняли. Эта песня называется «Барселона». Она, в сущности, такая, про туризм. Про русский туризм. Приньера песни. И это очень приятно. На «ФКЗ» сегодня. Погнали. Кхе-кхе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все застегнуты ремни, и затраены все двери, убираются шасси. Нас вдавило в спинки кресел. Этот мир, этот мир нас улыбками встречает. Мы летим с тобой туда, где никто о нас не знает. Один скорек стакан наполнен. Перед нами пляшет Лондон. Жарче жестко вырубает. Мы оторвались в Амстердаме. А как же плотно ты торчишь? Нас подогрел вчера Борис. И вокруг нас земля горит. Играет красками Матрит. Мы плечом к плечу стоим. И расправлены знамена. Нас уже никто не ждет на этой выставке доходов. Этот мир, этот мир задрожал под нашим гнетом. Мы пришли в твои сады. Объединенная Европа! Мы твои дети вне закона. Добрый вечер, Барселона! А нас встречают хлебом с солью. Мы свои теперь в Стокгольме. А изо рта исходит вены. На нам сходу покорилась вена. И в окружении на гости. Мы едем в танки на Берлин! А где-то там забытая лежит и ждет домой Россия. Мы твои дети вне закона. Добрый вечер, Барселона! А нас встречают хлебом с солью. Мы свои теперь в Стокгольме. А изо рта исходит пена. Нам сходу покорилась вена. И в окружении ветрин. Мы едем в танки на Берлин! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот. Теперь... Теперь у тебя удивленный взгляд был. Да-да-да. Теперь. Неожиданно было просто. Я смотрю на Жаворонку. Он вроде как заканчивает. Не, оказывается продолжать. Но, в общем, красиво. Красиво. Это была премьера песни от FK. Само собой всегда приятно, когда в студии происходят такие вот презентации. Такие вот премьеры. Это радостно. Двигаемся дальше. Вопрос. Потому что у нас с Маечкой еще одна есть. Надо еще один вопрос задать. Вопрос, я предупреждал, он такого полуинтимного характера. Надеюсь, на меня никто не будет в обиде. Но этот факт, он исторический факт. И когда речь идет о таких людях, в общем, мне кажется, всегда приятно их упоминать. Маечку, еще одну маечку группы FK, вот такую, которая сейчас на Чикади, получит человек, мальчик, девочка, неважно, кто ответит на вопрос, чьей супругой в свое время из участников коллектива FK была гражданка Тутта Ларсон. И какая-то пауза возникла в студии. Неловкая немножко. Но знакомы мы с ней давно. Замечательный, кстати, человек, между прочим. И я считаю, что это все-таки история. История жизни. История людей. Люди к этому относятся, мне кажется, уже давно с пониманием. Но это даже история группы. История группы, да. В какой-то степени. Это история группы. Поэтому тот, кто первым ответит на вопрос, чьей супругой в свое время была Тутта Ларсон, из участников коллектива FK, тот и получит следующую маечку, которую ребята принесли сюда, в студию с собой. Можете писать, кстати, да, и на смс-портал 4647. Сначала пишите свои про Бельчика, а дальше уже ваш ответ. Либо в группе ВКонтакте, неважно, кто первый это сделает, тот, собственно говоря, и получит эту майку. Да. Неожиданно, пишет Светлана Коваленко. Ну да, неожиданно. Для многих это, наверное, неожиданно. Для тех, кто не знаком с творчеством и с группой, конечно же, это неожиданно. — Неожиданная история, вот тут и Ларсон. Пишет кто-то. — Ребятки, ну, опять же, вот теперь вопрос такой серьезный. Мне хотелось бы немножко более так углубиться в материи, ну, скажем, чисто человеческие. 20 лет творчества, 20 лет жизни — это ведь срок, большой срок. И вы прекрасно понимаете, что за это время написано, сделано, спето, много чего. Но вот как говорят обычно, если группа существует столько лет, да, столько времени, у нее появляются как поклонники, так и те люди, которые к ней относятся с негативом в некотором смысле, да. Вот кто те люди, которые не любят группу FK? Вы как-то с ними знакомились, когда-либо встречались, сталкивались, которые могли высказать вам в лицо, что поете вы фуфло вообще, и музыка у вас... — В лицо такое не говорят. — Ну, в сетях. — Нам не говорят такое. — В сетях пишут, может быть. — Нет, ну, в основном, с чем мне приходилось столкнуться, это с тем, что нас сравнивают разные составы нашли. — Да, 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 да. — И говорят о том, что там с паштетом было круто, стикади фуфло, но в лицо... — С Тихоном говно. — В лицо такое не говорят. — Нет, дело в том... — Вот с этим мы сталкивались, да, очень часто. А сейчас, наверное, больше всего сталкиваешься с тем, что некоторые люди не знают, что это за группа такая IFK. Вот с этим сталкиваешься, и вот это очень обидно, потому что мы же все-таки 20 лет играем. — Нет, я мог бы объяснить ситуацию, с чем это может быть связано. Дело в том, что сейчас мы перешли как-то незаметно тот рубеж, когда музыка коммерциализовалась и стала на рельсе того, что надо делать для того, чтобы быть каким-то успешно финансовым, допустим, коллективом, да. Или, например, у нас была амбиция, и она осталась там побороть весь мир, и вот мы ее достигли тем, что играли с грандами... — Вот я вот к этому и хотел. С кем вы играли? Вы играли с такими монстрами? — Да, и это был дикий кайф, и это клево, и вот и здорово. А если хотите зарабатывать бабки, то тогда вы не должны заниматься музыкой, тем более такой. — С Red Hot Chili Peppers играли? — Играли на Красной площади. — Играли. — С Matterhead играли? — Играли? — Играли. — С кем еще играли? — С Clawfinger. — С Clawfinger играли. — С Rage Against the Machine играли. — С Rammstein. — Ну, то есть играли сразу. — Последний концерт, который мы играли с американцами — это Head P. — Head P, да. — Байо Хазард. — Новая история. — Я дебютировал на концерте в Горбушке, на концерте Biohazard CFK 31 января 1997 года. — И как тебе это было, дебют такой? — А дебют был так. То есть я сыграл одну песню, а потом на глазах изумленной публики, включая музыкантов группы Biohazard, я разбежался с подиума и прыгнул в зал. Устроил некий стейдж-дайвинг. — То есть ты устал играть, я понял. — Нет, я не устал. Был большой выброс адреналина — это круто. — Круто. — А Motorhead, например, до сих пор ставят условием своего прибытия в Россию, чтобы никогда не играли сейвкей. — Это почему? — Почему они? — Да это, конечно, не так, потому что Жаворонков прыгает в зал. — Да нет, там все страшнее гораздо было. — Там Жаворонков по-другому поступил совсем. — Я никак не поступил. — А мог бы? — Я не буду рассказывать, кто там что сделал, но Motorhead хотели запретить нам выступать на втором концерте, а потом в одной небезызвестной газете — не знаю, насколько можно назвать. — Давай, 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 у нас можно. — Московские комсомольцы написали вот эти белые негры из ИФК. Они были абсолютно не в кассу на разогреве. Вот на следующий день эст — вот это все правильно. А мы это ощутили физически. Потому что на первом концерте в Питере — у нас было два концерта — в Питере в нас бросали банки пивные, бычки. — Причем это Леми делал. — С ним другая история. А в Москве точно так же. Нас ненавидели. Если мы играем прямой риф, прямой бит, только тогда они понимают. То есть эта толпа входит в раш. Это те самые крысы, которых дудочник может увезти под воду. Если какой-то ломанный фанковый риф, то это все уже. Мы белые негры. Ну, то есть как-то так. — Ну, понятно. — Вот тогда так было именно. Вот тогда, да. — А мы считали, что тяжелая музыка, как бы вот они, вот она должна быть тяжелой. — Тяжелой. — Она должна быть тяжелой. — И она может быть такой и другой, а оказывается вот тут четко по стилям-то. Тру-металисты нас тогда не приняли. — Ну, в общем, на самом деле ничего страшного там нет. Я сейчас уже эту историю рассказывал, но я имею в виду на эфирах как-то, когда молодая начинающая группа «Король Лешут» играл на разогреве у группы «Гражданская оборона». Можете себе представить? В Одессе, по-моему, это дело было. Или в Киеве. Украина, да, в Киеве. И народ пришел на «Гражданскую оборону», а на разогреве у них какая-то неизвестная группа «Король Лешут». И вот вся толпа людей, вот этот зрительный огромный зал, или там площадь была даже на улице, на площади играли толпища народу. Все, пока играл «Король Лешут», стояли вот так. — Ну, вот, вот, вот. — Этот жест сейчас видит аудитория. Я говорить не буду, что это даже… Вот так. И если тогда музыканты «Королей Лешут» сказали бы, ах, вон так, вот, и обиделись бы… Нет, ну, в конце концов, они перешагнули через это, как и вы. — Ну, да. Ну, так, на самом деле, в то время так переходили наши тоже коллеги, допустим, из группы «Наив». Они играли перед Алисой, и Чача, который был тогда еще не Чача, а Крейзи, с длинными волосами, он их хорошенько послал, и это обернулось градом бутылок на сцену, после чего Костя Кинчев их пригласил в тур по России. Но они тоже отказались, то есть они поступили очень мощно. — Подожди, подожди, а бутылки летели на сцену полные, что ли? — Тогда ведь продавалась любая посуда. В меня полные бутылки летели. — Вот тогда если полные, я понимаю, почему Кинчеву это понравилось. — Надо на каждом шоу делать такие… — С другой стороны, группа «Фейс на Мо» тоже на выступление «Эпик» или «Ред Ход Шелли Пепперс» когда сжигали «Вудсток», то есть, по-моему, это по-настоящему отношение к тому, что ты делаешь. Если ты играешь рок, то ты играешь рок, настоящий. Это нет полумер. — Эх, тебя слушать одно удовольствие. Давайте петь дальше, что это будет? — Как называется следующая? — А это как раз будет романтическая вещь. — Ну, называется-то как она? — Следующая вещь называется… — Спокойной ночи. — Спокойной ночи, да. — Да, как раз мы её посвятим нашему прославленному Тихону Кубу, который уже покинул нашу студию. — Коллектив. — И она про женщин, вообще-то. — Да, она посвящается всегда женщинам, которые приходят на наши концерты, девушкам, девочкам. Все, которые не боятся участвовать в слэме, теряют там девственность. — Иногда. — Иногда. — Айф Кейзи. Сегодня, как всегда, живой звук в программе Живой. — Это может быть в июле или вечером в начале февраля. — Опять вернётся депрессия твоя. — Бесконечные упрёки и вопросы и обиды. Наверно, можно разобраться, если мы ещё немного выпьем. Нам друг друга никогда не понять Бесполезные слова. Теперь я знаю, нас обоих заставляет ревновать Одно и то же. Развинили телефоны. Ты останешься сегодня у друзей. Пора бросить трубку окопаться дома. Сиди в кресле, тихо проклинать тебя. Я решил не волноваться. Неудачные попытки. Я сумею разобраться, Если есть ещё бутылка в морозилке. Нам друг друга никогда не понять Бесполезные слова. Теперь я знаю, нас обоих заставляет ревновать Одно и то же. Пьяных женщин невозможно понять. Нервный взрыв и суета. Но я надеюсь, мне удастся Уложить её в кровать. Спокойной ночи Война... Это война полов Она не хочет. Нет, война... Это война полов Спокойной ночи.. Я хотел бы убежать Или спрятаться в подвале Но сейчас мы ляжем спать И начнется все сначала Этих женщин невозможно понять Нервный срыв и суета Найди другого И никто больше не будет притеснять Твою свободу Я твой жест готов был расценить Как подожди, мы еще продолжаем Ты предупреждай Что касаемо таких тонких тем Опять келлирическая песня Песня про любовь Нежность Водку в морозилке Это связанные понятия А если говорить уже всерьез Не о личном В личное никогда не полезу Но о чисто человеческих качествах Сторонах жизни Любовь, например Это же никого не миновало Не прошло мимо никого Несмотря на то, что вы играете Такую достаточно жесткую музыку Вот какими должны быть женщины Которые Остаются с вами на долгие годы Это же характер нужно иметь Это ты сейчас что делаешь? Обыгрываешь вот этот вопрос Который За который маечку Получит человек Возможно Возможно Наверное Душевный И понимающий В первую очередь Потому что музыканта Очень трудно понять Как бы Сложные люди И скажем Не каждая Может Скажем Дать то тепло Человеку Которого не понимают Молодец А на мой взгляд Должна быть сексуальная Жаркая Так Но У него ее нет просто Не понимающий Нет Нет Но Я думаю Что в рок-музыке Именно так должно Все происходить Я почему спрашиваю И готовить хорошо Это у Тихона Очень часто бывает Просто когда Допустим Знаешь музыканта давно Может быть у нее Просто личный повар Кто У нее У него У него Знаешь музыканта Давно и долго И понимаешь Что у него вроде как Счастливый брак А потом вдруг Новая песня появляется И в этой песне Ты от меня ушла Там разбила Мои думаешь Господи Откуда у него Такие мотивы петь У него же дома Все хорошо У меня хорошо готовит Она как ты сказал Жаркая Темпераментная Как ты говоришь Понимающая Все вроде бы в полном порядке А в творчестве Появляются какие-то Песни на разрыв Вот мне всегда интересно было Когда у человека все хорошо Когда у него В семье все складывается Да Откуда берутся Вот эти мотивы Эти темы Наверное на ошибках других Ну у человека Понятно Не знаю Я вот думаю Все время о том Что споешь песню О ком-то Посвятишь ее Какой-нибудь Девушке Женщине А твоя Не узнает в ней Себя Вот это вообще А что делает А что тогда будет Здесь как раз Вот именно Понимающая девушка Понимающая Вот тут понимающая Да Ну это фантазия Я считаю У кого Это всегда Человек сочиняющий Текст например Он фантазирует Ну понятно Он как бы Ну как и писатель Не обязательно Он проходил Это все лично В этом надо убедить Свою женщину Между прочим Что это фантазия Если она понимает Она это поймет Ей не надо ничего Доказывать Объяснять Наши женщины Даже наш юмор Понимают Ну да Ну то есть Наши женщины Должны пройти Через все С нами И тогда они Начинают понимать Все это Что это не просто Фантазии А все это было С кем Но это надо Пережить вместе На гастролях На гастролях Слушайте я Возьми меня на гастролях Говорит она меня Я говорю Нет Не могу Ты хочешь со мной В поход Помните анекдот Нет Потом расскажу Напомните только Потом расскажу Он не совсем эфирный Но зараза смешной У нас появились Здесь сейчас в студии Музыканты Духовики Духовая секция Духовая секция Мэтбенд И сейчас как раз Я понимаю Пришло время Вам сыграть С духовыми инструментами Да Это необычная тема Для нашего творчества Ну был же у вас Когда-то Эпизод один Эпизод с трубачом Да С трубачом был эпизод Петька знает Очень хорошо Петька знает Трубача У него трубка горяча Хороший шутер Ты опять про личное Да У трубача Дудка горяча Жуки поют такую песню Да Никакого личного Ничего личного Ничего Если говорить о Пете Так ничего личного Тем более Ну я хотел бы еще Сказать пару слов Потому что мы 21 мая То есть Послезавтра Будем выступать В Йота Спейс Будем праздновать 20 лет И в общем-то Вот этот опыт Который у нас сейчас Который мы сейчас Продемонстрируем Что мы подготовили Это все люди смогут Услышать на этом концерте Живьем Живьем Да Увидеть Как это происходит Окей Окей Для нас Опять же повторюсь Это Припати Да Для нас это очень все ново По звучанию И для вашей аудитории тоже Я думаю Это будет ново Интересно И необычно Сегодня у нас Просто вечер Подарков сплошных Как называется вещь Песня как называется Которая будет Следующая песня Называется Зажигон Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня МФК Поехали Это Я написал Слова которых Я не знал И звук Который Ко мне В голову Попал В набор Слагов И мыслей В этом месте Наверное Есть какой-то Слыш Но тут Послушай Но не смейся Главное Не смейся Нам Все равно Если ты Сейчас Говно Если Не Строен Звук Но все Прыгают Вогнат Все равно Если Ты Сейчас Говно Если Не Отстроен Звук Но все Прыгают Вогноб Ты Заплатил АВ за Вход И хочешь Видеть Шоу Но Звукач Напился Охрана Не знает Что Прыгать Это Хорошо Что Прыгать Это Хорошо Нам Все Равно Если Ты Сейчас Говно Если Не Отстроен Звук Но Все Прыгают Вогнат Все Равно Если Ты Сейчас Говно Если Не Отстроен Звук Но Все Прыгают Вогноб Думаешь Что Петь Можно Только Про Систему Про Ядерный Звук И Компьютерную Схему Но Время Идет А пиво Остывает А вдруг Все Зажигают И Чисто Отдыхают Директор Устал Разбираться С устроителем Слишком Много Мата Алкоголя И Клик И Тебе Сказали И Лучше Напейся Так Возь Лучше Внимательно Главное Не Смейся Главное Не Смейся Нам Все Равно Если Ты Сейчас Говно Если Не Отстроен Звук Носы Прыгают Вогна Все Равно Если Ты Сейчас Говно Если Не Отстроен Звук Но Все Прыгают Вогруг Это IFK И Mad Band Отлично Скапан Фолк Рок Группа AFK Блестяще Очень неожиданно Правда Может быть Действительно Для кого-то Это Неожиданность И не была Неожиданностью Вы где-то Могли играть В таком составе Или нет Или это Действительно Сегодня Впервые В премьерах Получается Может Возьмут В тусовку Наконец-то Наконец-то Хоть кто-нибудь Пригреет Сань пишет Например Вот это Бомба Вот это Тема Ленинград Нервно Курит Хламкин Ушел В запой В общем Совершенно Логично От вас Можно Наверное Ожидать Всего чего Угодно Но Такого Поворота Я лично Не ожидал Правда Когда В студию Приехали Музыканты И вдруг Я увидел Человека Который Играет На трубе Я знаю Что он играет Сопровождение Что он здесь Делал Потом Появился Другой человек У него Трамбон Мне сказали Что придет Еще третий Думаю Это мы Вообще О чем Мы сейчас Говорим Ты наверное Первый раз Когда увидел Что человек Пришел Ты знаешь Что он любит Коньяк А вот Почему он Сайфкей Очень может быть Значит Смотрите Что здесь У нас Фердовсир Заев Так зовут Человек Вопрос От друзей Алексея Зульфугарова Из Калининграда Просит его Расшифровать Ключевое слово Горький туз И Обама Назад Это что такое Иди Это нельзя Произносить В эфире Нет Ну ты произнеси Мягко Так чтобы можно Горький туз Это то Чего Не стоит лизать И в эфире Не стану говорить Что это Догадайтесь Уже все поняли Обама Назад Это Путин Вперед Ага Это перевер Перевер Понятно В этом смысле Есть замечательное Я уже взял На вооружение Это по моему Маргулис Очень любит Эту реплику Когда он Что-то сказал Такое В качестве Комплементарной части Но ведь не слишком Глубоко я лизнул Теперь будем понимать Как называется То О чем он Собственно Горький туз Надо сладкий туз Искать В общем Вот из этого Что я так понимаю Хорошая тема Но сегодня Не та тема Я понял Из этого посыла Я понял это Не та тема Для разговора сегодня Хотя любопытно Конечно 4647 Это короткий номер Для смс ваших Там сначала Пишите Свои пробельщика Дальше Все что хотели бы Слушай А уже есть правильный ответ На что мы тянем Давай майку отдадим Уже Это очень правильно Что мы сейчас это сделаем Просто потому что Люди там что-то пытаются Тужиться Вспоминать В интернете копаться Но есть правильный ответ Кстати не один Но человек правильно написавший Леха Савкин первым написал Что тут Ларсен была в свое время Супругой гитариста коллектива Стоящего сейчас напротив меня В майке кстати Говорящей о том Что ему уже все пофигу Макс Голстян Скажи мне пожалуйста Ничего личного Я сейчас не буду пытаться Даже в личное Лезть как-то Во все эти детали Она же ведь даже по-моему Пела с вами Был такой период А песня небо Пела с нами И на этом концерте Например Эту песню будет исполнять Инна Стил Если вы помните Такую певицу Которую пела с Михей Да была такая Она будет исполнять небо Как раз Потому что Ларша насколько я знаю Отказалась Нет но дело в том Что она сейчас На последнем сроке беременности Она не потому отказалась Что не хочет А потому что не может Да Ну это я не знаю Хочется Тут опела только одну А почему одну Только пела Может быть она могла бы и больше Ну как-то Так получилось У нее был тогда По-моему свой проект Она же в Тайвокс По-моему Ну в том и дело Да Была группа Тайвокс Да и как бы Она в принципе Была удовлетворена В смысле музыкальная Абсолютно Как бы И это был просто эксперимент Такой Ну как всегда Как вот мы любим Делать фиты с кем-то Там с диджем Грум Там С ней тоже получилось Если я не ошибаюсь Эта песня даже в ротациях Была На радиостанциях Да Она нам Даже в грузском этом Миксе Была Потому что она С женским так сказать Вокалом Она такая нежная Звучала очень красиво Ну да Она Песня красивая Я не спорю Но нас это немножко Раздражало Потому что конечно AFK Ну Песня неба Не представляет Так вот полностью Что такое группа AFK А то что спел Тихон Перед уходом Представляет что ли Мы эту песню тоже Мы кстати эту песню Очень редко исполняли Потому что одно время Часть нашей группы Тоже я просто ненавидел Стало дикими соплями Семен Мы тебя сейчас удивим Следующим треком Вы меня сегодня удивляете Каждым треком практически Который звучит в эфире Вот реально Просто Убойная совершенно история Как-то Неожиданность на неожиданность Дальше у нас что? Как называется Это Следующая песня Как раз та Которой Есть слова Она посвящена Газманову Она называется Исаульская диско Это как раз Песня про Калугу Да Не про Калугу Но в ней есть слова Которые Вспоминают об этом городе Ага Ну давайте Я даже честно говоря Сейчас несколько Нервно Сглатываю Напрягся Большой привет Калужанам Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня AFK И Mad Band В помощь Поехали В светящихся шмотках Я выхожу на танцпол Среди местных девчонок Я столичный пижон У туповой стены Ты курила с подругой Это диско-клуб Где-то рядом с Калугой Я помню, как ты изменилась в лице Когда я подошел и сказал Тебе несколько слов На чужом языке Аккуратно за талию взял Почему-то вокруг Наступилась толпа Все смотрели на нас в тишине Парень в белой рубашке И в темных очках Не спеша приближался ко мне Врежь мне Врежь мне Врежь мне Врежь мне О, I love you, baby Baby, you're so cool О, I love you, baby Baby, you're so cool Здесь выключен свет И я валяюсь в углу Мои руки трясутся Голова, как чуку Эротический ток По сломанным ребрам Это диско-клуб Где-то рядом с Ростовом Алло, Вадюша, как ты там Пожелаешь? Да никак, все плохо Что, тебя побили, мальчик? В легкую Но мы сейчас подъедем Как там девочки? Отличные штук О, I love you so, baby О, I love you, baby Baby, you're so cool So much О, I love you, baby You're so cool Это праздник просто Согласен Какой-то, я так сказать Это фолк-фанк-панк-диско-рок Группа FK Очень разнообразная музыка Вообще, я люблю музыкантов Которые владеют Разными языками Творческими И разными возможностями Для реализации Это вообще круто Кстати, я ведь могу ошибаться Но, по-моему, нет Изначально FK Начинали с того, что пели по-английски Правильно? Совершенно верно А чего вдруг? Нет, я не против Ни в коем случае Почему ушли от этой истории? Мы решили покорять мир русским языком Его 20 лет Я могу объяснить, как это произошло Давай, Петя Дело в том, что Изначально на английском языке Это все происходило А нам подкинули идею Они хотели бы расширить эту грань Вашего понимания и восприятия Это был, на самом деле, эксперимент Мы сначала достаточно Ну, был какой-то антагонизм То есть мы не сразу могли на это перестроиться На русский И у нас не было слов Опять же Вот Но мы попробовали Записали это в студии Услышали себя со стороны И поняли, что это очень интересно Здорово И, в общем, надо продолжать Вообще, у нас не было никогда никаких рамок Потому что есть песни В которых встречался и французский И немецкий язык И испанский даже Так что здесь Ну, то есть это никакая не история с патриотизмом Ни в коем случае Это просто, опять же, творческий эксперимент Художник стал использовать другую краску Достаточно сложная такая история Чтобы перейти с английского языка на русский И не опуститься в русский рок Не потерять Ах, вот почему вы пели по-английски Вы боялись присовокупить Ни в коем случае Тогда, не, мы пели по-английски В тот период времени В 1994 году Когда я уже написал Один даже такой пост в Фейсбуке Тогда еще написал пост в Фейсбуке Подожди, подожди В 1994 году Ну, чейка, ну подожди Там произошла та история Что как раз Ария Перестала собирать залы Там все вот эти Свердловские группы Уехали обратно Там Шевчук что-то запил Ну, короче, понеслась Всем стало фигово Появился взрыв Новой музыкальной культуры И появилась масса Разнообразной музыки И при этом Это был музыкальный взрыв И во всем мире В том числе Когда, пускай, допустим Там группа Праймус Нирвана Металлика Гансен Роуз Они все в разных стилях Но рок-музыка была тогда Вот на этом самом подъеме Русскому року Там места не было вообще Они потом себя обрели в шансоне И прекрасно себя там чувствуют До сих пор Вот вообще тема русского Тема русского рока Это тема Блевотная, пардон Я вообще ненавижу этот термин Ненавижу Я считаю, что те люди Которые его придумали Допустили огромную ошибку И на сегодняшний день Таких туголобых людей Которых я танкистами называю Песня про танку У вас была Очень мне нравится Таких туголобых людей Достаточно много К сожалению Потому что Когда я задавал вопрос Юль, мне не смотри такими глазами Я не буду эту тему развивать сегодня Я буквально два слова скажу Когда я задавал вопрос Так сказать Поклонникам Этого самого русского рока Слушателям Ну объясните мне, что это По-моему, это просто Рок на русском языке Больше ничего Нет, ты не понимаешь Вот Шевчук С песней про родину Про осень Это вот русский рок Это что-то не сакральное что-то Понимаешь Когда человек уходит В песни про любовь Например Это сопли Это не русский рок Когда человек поет песни В которых присутствуют дудки Условно Там какая-то электроника Это тоже не русский рок Потому что это не одни гитары Более Вот я Эфирные слова подбираю сейчас Более уродского отношения к музыке Я не встречал нигде больше Но это даже не шансон Это нечто Дальше Запредельнее Вот к сожалению И когда мне говорят русский рок И приводят представителей русского рока Группа кино Дискотечная группа Которая изначально Стоп-стоп Группа кино Как раз тоже Опять же Это Кьюр Зе Смис Давай Сейчас не будем Мы говорить об оригиналах Группу Ария вспомни Не будем об оригиналах Группа кино Зимфира с ее ромашками Ну какой это рок вообще Чаев Ну какой это рок Веселуха Это хорошая песня Хорошая музыка Возможно Как назвать еще Но к року Это не имеет отношения Агата Кристи Король вертолет Этот самолет Или как Электроника сплошная Ну какой это рок Когда Бутусов поет Настасью свою В дабстепе Я говорю человеку Товарищ Ну какой это рок Он говорит Ну и Бутусов Ну ему можно Понимаете А так русский рок Это он должен Про родину петь Да Про родину Про березу Рвать на себе рубаку Так чтобы у человека Душу сводило Разводило Вот это вот русский Я когда говорю Ребята А французский рок Это что А итальянский рок Это когда А японский рок Про Париж будешь петь Это ты будешь уже Русский рок Это русский Поющий на русском языке Под рок музыку Вот и все Никаких сакральных тем Там в этом нет Вы молодцы Правильно делаете Что вы вот экспериментируете И делаете очень многие Правильные на мой взгляд Ходы Что-то я разговаривался Много меня сегодня Ну это вы Меня вынудили Хорошие люди Вынуждают меня разговаривать А у нас все песни Про любовь к родине Между прочим Все до одной Вот что мы сегодня спели Я так Но люблю я родину Только странную Какую-то любовью Давайте петь будем Что это будет Следующая песня Это гимн Группа АФК И в общем-то Почему Заронков так ржет Она самая известная Из тех Которые мы исполняем Она Больше всего нравится Всем слоям населения Она называется Панк-рок А я теперь понял И сегодня В исполнении этой песни Опять же поддержит Группа Мэтт Бэнд Удивительно Даже в этой песне Они нашли возможность Духовые применить Как всегда Живой звук В программе Живые здесь сегодня Айфкей И им помогает Мэтт Бэнд Погнали Забудь про то Кто ты такой Залезь в толпу И там кричи И бейся головой Об стенку Засуни в анал Свой институт Работу, школу И тебя поймут Прочистят мозг Кешки Эмэсли Прыгни, упади Забудь, что ты дурак А мы дебилы Прыгни, упади Забудь, что ты дурак А мы дебилы Прыгни, упади Забудь, что ты дурак А мы дебилы Прыгни, упади Забудь, что ты дурак А мы дебилы И днём и ночью Всё равно нас ждёт Когда мы вместе, пиво есть и есть, упасть где? Давай-ка, Макса, Петя, подыграй, батик, слушай, исполняйте, эй, налей, и будет I.A.K. Прыгни, упади, забудь, что ты дурак, а мы теперь Лэ. КОНЕЦ Шесть старых пердунов сидят и тихо что-то говорят о том, что было время. Их здоровых тел, а что они варят суп-пюре и думают о голове, но это будет позже. А сейчас, let's get rock, let's get rock, let's get rock, let's get rock, let's get rock. Прыгни, упади, забудь, что ты дурак, а мы тебе Лэ. Прыгни, упади, забудь, что ты дурак, а мы тебе Лэ. Ки-ка-ка-ка-ка-ка-ка! Ки-ка-ка-ка-ка! Прыг, не упади, забудь, что ты дурак, а мы дебилы Прыг, не упади, прыг, не упади, прыг, не упади Мэтт-бэнд круто! Ай, браво! Красивый человек возьми! Хорошо, но время-то уходит, и его осталось буквально на одну песню, как это не прискорбно Вот действительно, когда хорошая компашка, когда интересная беседа, когда парни взяли, оделись и ушли Ну, собственно, спасибо, ребят, спасибо Мэтт-бэнд, который помогал сегодня Эвкей Смотри, пацаны сами довольны, мне кажется, тем, что произошло сегодня Но когда это произошло в программе «Живые», я особо счастлив, потому что аудитория своего радио, аудитория программы услышала То, что, наверное, не слышал никто пока, это круто Вот, например, Сергей Малявин написал привет всем на протяжении всех 20 лет Эвкей знал я эту группу Но считал, что это не мое ни разу, а сегодня я в большей степени поменял это мнение в лучшую сторону Значит, сегодня кто-то, возможно, услышав вас в этом звучании, услышав вас в этих историях, отнесся несколько иначе к тому, как раньше относился Ведь, на самом деле, как говорят, что в детстве и деревья выше, и яблоки слаще А я всегда отвечаю, ну, так когда ты маленькие деревья действительно кажутся выше, а с возрастом кислотность в организме меняется Только раз вот к разговору, то, что, например, кому-то нравится, кому-то не нравится У человека не нравилось все это время, а вот сейчас ему понравилось А вдруг, да, вдруг Благодаря звукорежиссеру Сереже Сергею Дебальцев Благодаря Неважно Благодаря музыкантам Благодаря радио свое Да, но благодаря, прежде всего, вам, потому что вы экспериментируете, это круто Финальная песня ваша как будет называться сегодня? Очень просто, «Капустник в аду» Да, хороший финал для программы Очень добрый Что касается ада, ребята, вы очень к месту сейчас, я вам скажу честно, потому что завтра в программе живые со своим новым альбомом группа «Стимфония» Вот где много ада, это я точно говорю Но это, смотри, это будет такой плавный переход от нашей передачи к следующему днём Абсолютно верно Спасибо, что были здесь, спасибо огромное, группа АФК, и удачи вам, успехов, и еще лет 40 существования плодотворного и очень яркого звучания Спасибо вам, обычно мы этой композицией всегда заканчиваем наше выступление, и сегодня не исключение Спасибо, что были здесь Заканчивает свою программу сегодня группа АФК Всем пока, до завтра Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Уже готовы билеты на последний капустник в честь страшного суда Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, до новых встреч!